В Рязани освящен еще один православный храм в честь Сретения Господня. Расположен он на площади новаторов. Освящение, говорят священнослужители, важная веха для прихода, для множества людей. Радость так переполняет душу. Хочется просто ликовать. Потому что, знаете, когда я шла сюда, немножечко такая, ну как-то осторожно, что ли. Будет ли так, как в том стареньком храме, который всех принимал, в которых мы уже знаем всех и каждого, вроде бы все те же пришли, но стены-то другие. Но в то же время, вот сейчас я почувствовала, что вот все так же. Я молилась так же хорошо, что значит освящение храма. Этот приход начали строить больше 15 лет назад. Сначала на площади появилась деревянная церковь, временная. В ее стенах иютились прихожане. Московский район разрастался, и в храме становилось все теснее. Параллельно возводили капитальное здание. Тоже небольшое. Но все изменилось, когда с проектом ознакомился митрополит Марк. Проект был переработан с учетом нужд верующих. 5 мая верховный митрополит возглавил чин великого освящения Нижнего Сретенского предела. Сегодня первый этап освящения этого храма, освящения Нижнего престола в честь Сретения Господня. Впереди еще нас ждет, даст Бог освящение Покровского предела, главного, самого большого, самого вместительного. Но радостно, что это место стало местом встречи с Богом. И символично посвящение этого предела празднику Сретения. Здание станет многофункциональным. Здесь будет располагаться воскресная школа, молодежное общество и школа семьи. Этот храм также станет местом просветительских встреч. Да, потом, знаете, этот храм станет таким даже духовным и культурным центром нашего Максовского микрорайона. Потому что здесь же будет не только богослужение, но и различные роды конференции, и воскресная школа, которая сейчас уже действует, но которая пока ютится. Вот мы снимаем помещение в Александровском торговом центре. А теперь все будет здесь, все с Божьей помощью устроится. Преобразилась и сама площадь. Сам проект построили в нео-византийском стиле. Вокруг него новые фонари и аллея с туями. Каждый раз, едя с Народного бульвара, с улицы Крупской, в общем, с трех точек храм теперь царствует. Такой царь-храм. Ну и хотим назвать, учитывая вот такую замечательную теперь зеленую часть этой площади новаторов, вот этой именно части, обсаженной елочкой, присвоить ими Сретенский сквер. Будет очень здорово даже. Митрополит Марк поздравил верующих с важным событием в жизни прихода. В завершении владыка вручил награды митрополия и архиерейские грамоты. Ремонт все еще не окончен. Впереди освящение верхнего предела в честь покрова Пресвятой Богородицы. Продолжение следует... Продолжение следует...